Разговоры об искусственном вмешательстве в погодные условия среди горожан нередки. Приводят к ним резкие перемены погоды. Специалисты утверждают, такие факторы связаны исключительно с климатическими условиями на курорте. Душное лето и дождливая зима свойственны Черноморской субтропической зоне. Кроме того, на перепады погоды оказывают влияние горы и море. Одно применение химических распылителей – очень дорогостоящая технология, почти 100 миллионов рублей. Предполагаются такие расходы только во время ключевых государственных праздников в городах федерального значения, например, в Москве в честь Дня Победы. Для этого истребители должны распылить активные компоненты за несколько сотен километров от города, под контролем соответствующих госслужб. В Сочи, в приграничном городе, такие методы недопустимы. Деятельность по так называемому «разгону облаков» лицензируется российская гидромедслужба, и на территории курорта такие способы борьбы с непогодой никогда не применяются. Могу авторитетно заверить, что в городе Сочи никогда не проводились и не проводятся активные воздействия с целью либо ликвидации осадков, либо усиления. Эти работы очень дорогостоящие и нецелесообразно проводить в городе Сочи. Тем более, что фактов проведения нет зафиксированных. Все это на уровне разговоров, слухов и так далее. Рассмотрели члены экологического совета и вопрос состояния объектов историко-культурного наследия. Это храмы и крепости византийского периода. Совет при главе города планирует провести их инвентаризацию с последующим обращением федеральной структуры с целью их охраны и приданию им особой значимости. Эти объекты в дальнейшем будут обозначены на карте Сочи как историко-экскурсионные. Продолжение следует...